Привет! Знаете ли вы, что прячется за ежками? Какими бывают пищевые добавки? Съедобно ли то, что добавляют в еду химики? Почему кока-кола коричневая и ей хорошо мыть унитазы? Могут ли не только украшения быть драгоценными, но и наша еда? Сейчас мы ответим на все эти вопросы и разложим все по полочкам. Часто ли вы слышите фразы типа «опасная химия в еде», «консерванты и ароматизаторы», «химия в еде» – зло. Рекламные слоганы, надписи на упаковках с продуктами, диетологи и дикторы с экранов телевизоров призывают покупать и употреблять еду без химии, органическую пищу, продукты без консервантов и красителей. Все чаще вокруг можно услышать мнение, что нельзя есть ничего, что продается на полках магазинов. Понапихали там всякой химии и хотят отравить нас. Все больше популярностью стали пользоваться магазины фермерской продукции, а натуральный продукт нынче на вес золота и стоит соответствующе. Открою вам секрет. Абсолютно вся еда, которую вы привыкли употреблять, на 100% состоит из химии. Я очень сильно удивлюсь, если вы мне покажете хоть один продукт, который не содержит химии. Что это за неизвестный науке феномен? Ну вот лично я бы такой есть не стал. Кстати, обращали ли вы внимание на то, какие красивые упаковки у всех таких экопродуктов? Красивенькие, стильные, модные. И это работает. И до вас я уже который год пытаюсь донести, что дизайн и обертка продукта крайне важны. Можно делать что-то крутое и важное, но при этом это никого не заинтересует. А можно коробку из-под обычной соли красиво оформить и добавить стильную надпись. Без ГМО. И иметь успех. Да, я понимаю, что большинство из вас технари, поэтому дизайн и всякие красивости для вас, ну это что-то чуждое. Поэтому хочу предложить вам удобный сервис Canva. Это бесплатная платформа для дизайна. В ней можно оформить все, что угодно. Презентацию, видео, открытку, резюме, обложку книги и многое другое. Вам доступно множество уже готовых шаблонов. Можете с помощью Canva делать стильные поздравительные открытки, а не эти, что пересылают в WhatsApp. Прости господи. Вы можете использовать тысячи готовых элементов, чтобы создать что-то свое. Конечно, надо будет во всем этом многообразии покопаться, но возможностей огромное количество. Можно и красивую инфографику забабахать для представления своих научных результатов. Удобство данного сервиса в том, что им может пользоваться даже непрофессиональный дизайнер. И для этого не нужен какой-то супер мощный компьютер или особенный софт. Работать над одним проектом можно одновременно в команде с любых устройств. А все проекты сохраняются в облаке. Поэтому вы никогда не потеряете их. Повторюсь, все это абсолютно бесплатно. Однако вы всегда можете получить еще больше возможностей, оформив подписку на Canva Pro. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и творите в Canva. Вернемся к еде. Давайте возьмем ту же чистую питьевую воду. Сейчас почти у каждого всегда на кухне стоит бутылка другая такой воды. Хотя у меня, допустим, стоит проточный фильтр. Я вот терпеть не могу кучу бутылок на кухне. Так вот, если взглянуть на этикетку, то можно увидеть надписи типа общая минерализация, содержание ионов кальция, магния, натрия, калия, фторит ионов и общая жесткость. Получается, казалось бы, чистая вода на самом деле загрязнена химией. А давайте вернемся к истокам. Что такое вода сама по себе? Не химия ли она сама? Если разложить ее на составляющие, как мы химики любим, то сразу вспоминается всем известная формула H2O. То есть, вот эта жидкость, которую мы привыкли наливать себе в стакан и пить, состоит из молекул воды. И тут мы добрались до химических элементов. Что же это выходит? О, ужас! Вода это химия. Мы пьем химию. Мало того, мы сами химия. Я их друг! Например, я состою из триллиона-триллионов атомов. Тело взрослого мужчины весом примерно 70 кг состоит вот из такого числа атомов. Ну, тоже примерно. Такую цифру трудно представить. Во мне около 60 различных химических элементов. Это если не считать куска урана в кармане, что оттягивает штаны вниз. Вот, ну это... Итак, в каждом из вас почти половина всей периодической системы. Много чего намешано. Однако, известно, что 99% атомов в теле человека приходится на 6 элементов. Водород, кислород, углерод, азот, кальций и фосфор. Надеюсь, я вас убедил в нашей химической природе. Возвращаемся к обсуждению приятного. Еды. Да, кстати, приятного аппетита. Думали, я забыл? Ну, конечно, нет. Видео-то про еду. Этил парабен, лактат натрия, альгинат кальция, ортофосфорная кислота. И это ничтожная часть того, что кладут в продукты питания. Звучит страшно и неаппетитно. А если еще где-то просочится аббревиатура ГМО, то химофобия обеспечена. Боязнь химических веществ сродни радиофобии. Природа что того, что другого одна. Недостаток знаний. А я вот, допустим, урана не боюсь. Ну, вы это прекрасно знаете. А если не знаете, вот тут ссылочку есть. Вот ткните и посмотрите видосики. Клевые видосики. Да, точно посмотрите. Итак, как вы думаете, так ли на самом деле все эти добавки страшны, как нам рисует наш мозг? Все ли эти ешки ужасное зло и от них нужно раз и навсегда избавиться? Или все-таки им можно дать шанс на существование? Ведь это та же химия. А как мы уже знаем, в нас есть множество самых разных элементов. Для ответа на эти вопросы надо понять предысторию появления в нашей жизни так называемых пищевых добавок. Также неплохо было бы понять, кто и как решает, что нам есть. А также зачем нам это есть. Итак, предыстория. На самом деле люди давно используют пищевые добавки. Ведь что это такое? Это вещества, которые добавляют в пищевые продукты для сохранения или же придания им определенных свойств. Например, обычным делом было использование соли для вяления, копчения, консервирования мяса и рыбы. Это было обычным делом еще в Древнем Египте. Сахар используется для приготовления варенья и консервирования фруктов. В Римской империи в ход шли травы и специи, уксус, дым, алкоголь, масла и еще многое другое. Как видите, это все давно используется. И никто никого раньше не пугал опасностью химии в еде. Что у нас дальше по списку? Ага, кто и как решает, какие пищевые добавки можно использовать, а какие нет. На самом деле в еду лишней химии не положат. Возьмем нашу воду. Здесь содержание различных микроэлементов соответствует международным стандартам. В России это нормативы, выработанные в соответствии с руководством Всемирной Организации Здравоохранения по обеспечению качества питьевой воды. Все эти стандарты разрабатывались на основании многолетних клинических экспериментов многих ученых. Это серьезные исследования мирового масштаба. От них зависит здоровье человечества. По кому точно можно доверять. Аналогично обстоит дело с пищевыми добавками. В пищевые продукты, которые соответствуют нормам и стандартам, никто не кладет добавок больше, чем требуется. Ведь все любят денежки считать. И точно никто не любит тратить их сверх меры, пустую. Кроме того, не стоит забывать, что химия может быть к человеку как дружелюбно, так и агрессивно. И любое вещество в большом количестве это яд. Даже так необходимая для жизни вода. Существуют пищевые стандарты. Они пишут и на основании пищевого кодекса. Это единые стандарты, которые признаны международным сообществом. Давайте взглянем на сайт. Здесь интересная шкала времени. Если кратко, в них написано, как правильно проверять пищевые добавки на безопасность, как изучать их токсичность и возможное мутагенное воздействие на здоровье человека. И как часто все это перепроверять. Только задумайтесь, строгие испытания на безопасность, получение разрешения на использование определенных пищевых добавок и контроль за использованием в соответствии с законом. И все это основывается на научных исследованиях. Как доказательная медицина практически. Да, пищевые добавки это, пожалуй, одни из самых безопасных химических веществ в продуктах питания. Плюс пищевые стандарты и нормы дают уверенность в том, что никто не положит в пищу лошадиную дозу и ваше здоровье останется при вас. Задумайтесь, это может быть даже безопаснее, чем стряпня вашей бабушке. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Да что бабушка, бывает и что сам суп пересолишь, а в другой раз в выпечку бахнешь чересчур соды. Не очень вкусно и полезно выйдет. Согласитесь? Вот правда не совсем понятно, почему берешь вечером ароматную, мягкую буханку хлеба, а утром она уже безвкусна, с плесенью и ей можно гвозди забивать. Так что ощущение, что я сейчас про какую-то параллельную вселенную рассказываю, где никто не знает, что Питер Паркер это человек-паук. Ну и наконец остался вопрос, зачем мы используем пищевые добавки. Нам очень повезло жить в то время, когда у нас под рукой круглосуточно есть такой большой выбор продуктов питания. Все это возможно как раз потому, что определенные вещества добавляются в еду. Сохранение аромата, улучшение вкуса, текстуры и внешнего вида, увеличение срока хранения, сведение к минимуму риска заболеваний. Все это заслуга именно пищевых добавок. В пищевой промышленности используется огромное количество добавок. Выбор той или иной зависит от целей, доступности и ее стоимости. Конечно же, имея такой огромный спектр веществ, грех их не классифицировать, и тем более, что основания для классификации очевидны. Тут-то наконец мы узнаем, что такое эти пугающие всех ешки и развеем пару-тройку мифов о них. Поехали. А вы знаете, почему ешки это ешки, а не ашки и не сашки? Вот сценаристка-хохмачка Сашки. Прикольно было бы. Опасный Сашка. Это вредный Сашка. Сашка достаточно вредный. И опасный. И токсичный. Специалисты говорят, что происхождение этой буквы обусловлено немецким или же английским происхождением слова «съедобный». Е от немецкого «sbar», от английского «edible». Ну, русский, естественно, «съедобный». Также есть ряд ассоциаций со словом «европа». Ну, Е от английского «euro». Что мы видим обычно на упаковках? Коды типа Е150, Е407 и тому подобное. Так вот, эти буквенно-цифровые непонятные шифры на самом деле всего лишь название веществ. Вот представьте, что производителю надо написать на упаковке «карбоксилметилцеллюлоза ферментативно-гидролизованная» и еще несколько таких страшных терминов. Во-первых, это звучит даже страшно, а учитывая повсеместную необразованность, может привести к невообразимым последствиям. Хоть секту свидетелей дегидрогена монооксида открывать. Во-вторых, такое длинное название неудобно, поэтому вместо него можно написать Е469. Это уже намного лучше. Каждый хоть раз при написании информации вводил свои сокращения и обозначения. Вот и эти коды такие же обозначения, только общепринятые и имеющие слова, которые каждый может открыть и понять, о чем идет речь. И что самое интересное, если веществу присвоен подобный код, это значит, что он 100% проверен на безопасность и к нему написаны свои технологические требования. Правда, все это было придумано в 60-х годах прошлого века, а наука не стоит на месте. И с тех пор появилась новая информация. Например, некоторые добавки стали запрещенными к применению в пищевой промышленности. Поэтому в санитарные нормы и правила периодически вносятся правки. Так что там у нас в классификации? Пищевые добавки разложены по полочкам в соответствии с их функциями. Существует класс красителей. Это группа Е100. Они, очевидно, красят еду. Для чего это нужно? Вот чтобы мы не твердили о полезности, сначала мы всегда судим по обложке. Яркая зелень выглядит свежее. Колбаса розового цвета явно будет пользоваться большим спросом, чем серого. А фисташковое мороженое зеленого цвета больше ассоциируется с фисташками, нежели белое. Ну, короче, вы поняли. Мы визуалы. И почти всегда первое впечатление о чем-то составляем по внешнему виду. И этим пользуются на производстве. Ну и, конечно же, здесь никак нельзя обойти внимание в веществах, что помогает нам почувствовать запах малины зимой, да еще и от печенья. Эти вещества делают конфету сладкой, а шоколад таким притягательным. Все это заслуга усилителей вкуса и ароматизаторов. Усилители вкуса и аромата, ароматизаторы прячутся под шифром Е600. Идем дальше. Любой уважающий себя производитель желает продлить срок хранения продукта. Никому же не понравится плесень в еде. Конечно, это не касается гурманов, которые любят отведать голубого сыра. Тут на помощь приходят вещества с отпугивающим названием. Консерванты. И они прячутся под шифром Е200. Схожую функцию выполняют антиоксиданты, которые прячутся под шифром Е300. Из названия понятно, что они способны предотвратить окисление пищи под действием солнечного света и кислорода воздуха. Ну, от английского оксидант-окислитель. Приставка анти-противо. Это особенно актуально для чипсиков, мяса, молока и всему, что содержит много жиров и масел. Сюда же отнесем регуляторы кислотности и антислеживающие вещества. Регуляторы PH и вещества против слеживания прячутся под шифром Е500. Все мы привыкли к определенной форме, твердости и вязкости продуктов. Йогурт у нас полужидкий, желе трясется, но при этом остается твердым, но нежным. Колбаса не растекается под ножом, а заварной крем не привык убегать из эклера. Как раз для поддержания формы и консистенции добавляются загустители, стабилизаторы и эмульгаторы. Они прячутся под шифром Е300. А теперь пара интересных фактов. Вы знали, что бывает драгоценная еда? Смотрите, красители получают отовсюду. Из растений, грибов, животных, минералов, даже бактерий. Для подкрашивания пищи в зеленый цвет используется хлорофилл Е140 и Е141. Кстати, интересный факт. Абсент имеет зеленый цвет именно благодаря хлорофиллу. Дозировка красителей всего от 0,01% до 0,1%. В целом красителей надо очень и очень мало. Помимо хлорофилла для окрашивания пищи в желто-оранжевый цвет используется куркумин Е100. В синий цвет окрашивает индигокармин Е132. Блестки в шампанском. Серебристые и золотистые украшения на выпечке. Это самые настоящие металлы. Вот прикиньте, золото прячется за обозначением Е175, а серебро за Е174. Не бойтесь, золото не переваривается, да и в химические реакции внутри организма не вступает. Оттуда и вреда ноль. Что касается серебра, вот с ним надо поосторожнее, если не хотите спасинеть. И это я в прямом смысле. Среди населения, особенно старшего поколения, бытует мнение, что серебро обладает противомикробным действием. Ну, брось там серебряное колечко в кувшин с водой и там все обеззаразится. Знакомо? Знакомо. Так вот, некоторые люди занимаются самолечением коллоидным серебром. Посмотрите на Пола Карсона. Аргирия. Вот к чему приводит избыток серебра. Вот и дополнительное подтверждение того, что во всем нужно знать меру. Следующий интересный факт. Кока-кола растворяет мясо. В Кока-коле много сахара. А сахар это я. Лучший способ прочистить трубы, залить их Кока-колой. Услышали про такое? Как известно, много сахара вредно, но почему так считается? Сахар это углеводы. Как и все углеводы, он является источником энергии. Продукты с ним очень вкусны, поэтому так легко злоупотребить Кока-колой. Да, много сахара в напитке нехорошо, но все мы понимаем, что ответственность за то, что и в каком количестве мы потребляем, лежит только на нас самих. Так что все просто, как дважды два. Вы не потолстеете и не заработаете сахарный диабет, если будете ограничивать количество сахара в рационе и не станете выпивать за день двухлитровую бутылку колы. Что еще часто пугает людей в Коле? Это своеобразная фишка Кока-колы, коричневый непонятный цвет, необычный запах и вкус. Это обеспечивается добавлением вещества под кодовым номером Е150. Сахарный колер 4. К чему тут цифра 4? Это связано с особенностями технологии его приготовления. Здесь не просто карамелизация, здесь вступают в действие аммиачно-сульфатитная технология и реакция Майера. Зачем так сложно? Дело в том, что в составе колы есть ортофосфорная кислота, а краситель и ароматизатор должен быть устойчив к действию среды. Иначе какой смысл переводить ингредиенты? Кто-то из вас может запеспокоиться, как это кислота и прямо в желудок, и не прожжет ли во мне дырочку. Сейчас вам станет еще страшнее. То, что кока-колой можно оттирать стенки унитаза и растворять накипь в чайнике, это не миф. Это же кислота. Мы в лаборатории такое отмываем кислотами, что вам и не снилось. Вот тут, кстати, есть ссылочка про это видео, сходите, посмотрите. Но все же, ортофосфорная кислота – признанная пищевая добавка Е338. На самом деле она не страшна для человека. Тут надо обратиться к анатомии. Наш желудок – своеобразный химический реактор. Чего там только не намешано. Вилки, глюкоза и различные кислоты. Самое главное – там много соляной кислоты. А эта кислота будет посильнее какой-то ортофосфорной. Если у желудка устойчив к ней, то капелька другая ортофосфорной явно не приведет ни к чему ужасному. Следующий интересный факт. А вы знали, что добавки бывают не только натурального происхождения, но и искусственные? Мы уже затрагивали тему искусственности и боязни людей добавок, синтезированных химическим путем. Ну, пора перестать бояться. Касаемо любых искусственных добавок, надо расставить все точки над «и» раз и навсегда. В умах многих искусственное – это синоним вредного и даже опасного. Давайте подойдем к вопросу здраво с научной точки зрения. Не стоит забывать, что пищевые добавки проходят всевозможные проверки. Да-да, и даже искусственные. А если вы учили в школе химию прилежно, что навряд ли, то должны помнить, что свойства вещества зависят только от его строения. Эту закономерность вывел еще в 1975 году блистательный русский ученый Александр Михайлович Бутлеров. Происхождение, время года и фаза Луны тут не имеют никакого значения. Кто по гороскопу инженер-технолог, который производил добавку, тоже не имеет значения. Имеет значение только строение молекулы. Так что пора перестать бояться химии. Ведь ученые труятся не во вред, а на благо человечеству. Хотя, давайте-ка поговорим про запрещенные ешки. А то совсем перестанете бояться химии. Как жить-то потом будете. Е-128. Это краситель красный 2G. Слава богу, что у нас сейчас почти везде 5G. Данный краситель является генотоксичным соединением. Ну, по крайней мере, так сказано Анищенко в 2007 году в постановлении государственного санитарного врача РФ. Е-217. Это консервант со страшным названием. Надеюсь, у вас нет больше вопросов, почему я не очень люблю органику. Тут язык сломаешь, пока все это выговоришь. Да и болтать впустую я не очень люблю. Хорошо, что это название сократили до Е-217. Этот консервант подозревают в том, что он может влиять на гормональный фон человека. Правда, доказательств этого как бы не очень много. Например, его братья Е-218 и Е-219 разрешены в пищевке. А под запрет он попал в 2012 году. Ну, как под запрет. Его просто не включили в технический регламент таможенного союза. А сейчас всем лень переписывать его. Идем дальше. Е-240. Это формалин. Ну, жидкая стакая, в которой всякие уродцы в банках в Питере в кунсткамере плавают. Показывать не буду. Ну, вы все-таки кушаете. Едем дальше. Е-909. Это спермоцетовый воск. Я знаю, о чем вы подумали, но вы не угадали. До 2010 года эта добавка применялась в России как глазирователь в составе кондитерских продуктов. Там шоколада, дрожжей, конфет, мучных изделий, покрытых глазурью. Также в сухих завтраках, в кофе-зернах, в жевательной резинке и биологически активных добавках. И для поверхностной обработки некоторых фруктов. Там яблок, груш, персиков, ананасов, дынь и цитрусовых. Так что, если вам больше 12-13 лет, то, скорее всего, вы ели этот спермоцет. Раньше многие думали, что это сперма-кошалота. Поэтому и такое название. Но вы же о том же подумали, да? На самом деле, это воскоподобное вещество, получаемое при охлаждении жидкого животного жира, спермоцетового масла, заключенного в фиброзном спермоцетовом мешке в голове кошалота. А не там, где вы подумали. В 2010 году эту добавку запретили для применения в пищевой промышленности в Российской Федерации и в Евросоюзе. По просьбе Международной китобойной комиссии. У китов жалко, потому что. Что там дальше? Е-127, эритразин. Это розовый краситель. Он разрешен везде, но не в России. Да коли мы будем это терпеть? Ладно, гляньте на упаковки того, что вы сейчас хомячите, есть ли там что-то из того, что я сейчас перечислил. Продолжать список этих ешек можно очень долго. Правда, боюсь, у вас уже пельмешки закончились. Вообще, у меня была мысль взять все эти вещества, что прячутся за ешками, и показать их страшную химию. Если хотите, то напишите об этом в комментариях, и может быть мы даже снимем. Будем вместе пугать химофобов, а потом радиофобов, а то слишком спокойно живут. Надеюсь, вы теперь чуть больше знаете про химию в еде, и что ешки не такие уж страшные, как кажутся. Хотя нельзя забывать про индивидуальную непереносимость к какому-то веществу, каким бы безопасным оно ни было. Аллергии на все подряд сейчас страдают многие. А сейчас, по сценарию, настало время сердечного прощания с подписчиками и неподписчиками. Горячей благодарности всем нашим донатерам на патреоне, на ютюбе, и прохладным просто смотрящим. Прохладное прощание. Если вы хотите горячее прощание, то пожалуйста, оформляйте подписку на ютюбе, там на патреоне, и тоже пойдете в этот горячий наш список, с кем мы очень горячо прощаемся. Так написал сценарист, а я читаю суфлера. И я все равно вам, мы, не я, мы, премного вам благодарны за вашу огромную поддержку. Ну и собственно, раз это последнее видео в году, наверное, надо подозревать вас с Новым годом. Вот этих людей из списка я отдельно еще поздравлю, отдельно поздравлением. А всем остальным с наступающим Новым годом. Не болейте. И в следующем году к новым свершениям. Ну а теперь, наверное, пока.